И снова здравствуйте, всем привет! Итак, всё-таки повезло мне найти вот этого персонажа, но там получилось, что, словом, пришлось полностью переделывать вот это всё дело, всё это дело склеивать, зубы, значит, в хлам превратились, я добавил свои из предыдущих роликов, ну как свои, те, которые я делал, да? Я глаза, значит, сделал по картинке, дорисовал. И, значит, язык тоже с предыдущей модели, которую я делал для собак. Ссылку на этот ролик оставлю в описании, кому интересно посмотреть, как я их делал. Ну, вроде бы смотрятся, да? Вроде бы да. Ну, можно дёсны чуть покраснее сделать, ну, на любителя. Так, глаза, это сферы, значит, зубраш, что? Усы. Усы получилось от собачьей, значит, у предыдущей, вот у этой модели, которую я переделывал. Вот. В принципе, тут они сделаны экстрактом, да? Тоже ничего такого серьёзного. Объединены вершины на кончиках и просто как цилиндр вытянутые. Так, ну, насколько получилось его более-менее правильно покрасить? Ну, вроде смотрится. Модель, значит, весит с зубами. Зубы у меня немножко весомые, надо понизить полигонаж с языком, вот эти вот верхние челюсти. А сама модель у меня 6000 полигонов. После изменения сетки, значит, с культурой альфа 6, получается очень хорошо понижать, значит, полигонаж, вот именно животным, собакам, человекам тоже. Вот по предыдущему ролику, кто смотрел, прикольно, конечно, была глухонемая история. Ну, кстати, на премьере очень много, ну, как много, по сравнению с тем, сколько зрителей, значит, было на предыдущих премьерах, очень побольше, значит. Итак, ну что, давайте подготовим его к анимации, значит, с Тарзаном. Значит, модель мне, форма очень понравилась. Можно было сделать по картинке, но картинку именно вот такую я не нашел. Ну, были боковые какие-то крупные планы, он очень мало, значит, зафиксирован именно в мультфильме, не получилось даже скриншоты снять. Ну, вот эта модель очень сэкономила время. Я хотел его, конечно, сам делать. В принципе, так и предполагал, что вот большие ключицы, большие лапы, большие ребра, значит. Ну, он там, когда сбоку смотрится, он какой-то, это весь такой на шишках. Ну, в принципе, ничего так прикольный персонаж. Погнали вставлять кости. Очень много уже я вставил ригов. Они, значит, простенькие для тех, кто хочет начать анимировать. Можно сложнее настройки делать, чтобы, значит, перекрутка была полностью лапой, там, еще что-то. Ну, если вам интересно, я вам этот ролик сниму. Вот на этом персонаже, наверное, потом и разберем более такие, ну, какие-то приколюхи, да? Так, единица на нампаде, shift-a, сочетание клавиш, арматура, single bone, n-панель, screen cascade, включаю, чтобы вы видели, что я буду, опять же, нажимать. Ну, и погнали. Выбираем, значит, косточку, заходим в edit mode, тройка на нампаде. И нампад – это такая штука, которая находится по правую руку, как каркулятор. Там единицы, двойки, стрелочки, влево, вправо, вверх, назад. Но если у кого-то нампада нет, то за нампад выступают верхние числа. 1, 2, 3, 4, 5, 0, минус, плюс. Так, ставим in front видимость спереди. И в этот раз опять я буду ставить кость управляшки, значит, телом подальше от таза. Для чего? Чтобы поджимать ему вот эту область мягче. Так, выставляем косточку. Семерка на нампаде. Так, немножко пивот у меня сбился. Не суть вопроса, подкорректируем. Тройка на нампаде. И теперь погнали. Тройка на нампаде. Е. Вытягиваем косточку. Alt-P. Clear parent. Отсоединяем. И привяжем ее к тазовой. Ctrl-P. Keep offset. Так, еще давайте одну вытянем до хвоста. Она, в принципе, не столь важна. Ее можно отделить и сделать просто хвостом. Ну, пусть держит, значит, форму вот этого изгиба. Чтобы вот эта косточка одна не поломала вот эту форму таза. Так, G. Подводим прямо к краю хвоста. Вот вы видите, да? Ну, а здесь сделаем такую штуку. E. И до конца вытянем косточку. Так получится ровнее. Делаем сабдивайды. Сабдивайдим всю эту штуку. Можно выбрать все вот эти косточки через shift или выделением. И сабдивайд сделать на все их разом. Пусть их будет побольше, чтобы хвост был помягче. Ну, в принципе, что? Все нормально. Но я хочу вот эту косточку alt-p clear parent отсоединить и привязать отдельно, чтобы я мог контролировать хвост потом. Так, здесь будем делать тоже макаром каким? E. Здесь гнуться будет мало. Видите, здесь ребра. Давайте цельную засандалим. Так, теперь. Где лопатка? Пусть тоже будет цельная. И уходим на шею. Так, теперь уходим на голову. Это будет кость управления головы. А это будет шея. Так, что еще? Ну, как обычно, я хотел бы сначала сделать челюсти. alt-p clear parent отсоединяем косточку, ставим ее на челюсть и смотрите, где у нее проходит линия сгиба. Вот эта часть должна гнуть именно там, где сгибается пасть. Пасть открыта, видите, квадратом. Раз она открыта квадратом, нам понадобится немножко тут исхитриться и подогнать ее, когда мы закроем пасть, поработать немножко, опустить вот эти вот передние, значит, как их называют, губы, да, или как их. Ну, пусть будет губами, да, потому что он в оскале и придется нам смягчить все это дело, этот оскал убрать. Shift-D ставим на верхнюю часть и тоже подгадываем под линию сгиба, чтобы когда мы будем сгинать, закрывать пасть, вот эта часть не ломала нам эти ништяки. Так, и усы потом к этой корточке привяжем. Все, зашибись. Теперь можно их вязать отдельно в голове. Ctrl-P, keep on set, ну, каждую, да. Или можно нижнюю косточку привязывать к верхней, а верхнюю вязать к голове. Тут не столь важно это дело. Событие, да, или как ее там назвать. Так, тройка на нампаде. Смотрите, когда вы вытягиваете косточку, вытягивайте ее вниз, а потом только Alt-P отделяйте. Если вы будете вытягивать косточку вот таким макаром, то вы видите, что она вся перекрутилась. И это будет доставлять потом геморрой. Надо будет, чтобы кость была оцентрована по осям. Так, G. Относим ее. И делаем ее именно вот как мы ее вытянули, да. Так, здесь вот фишка какая. Плечо у него большое. Значит, дотягиваем до самого плеча вот этого. Потому что мы не сможем, если делаем меньше, не сможем управлять вот этими ключицами. Так, здесь вот лапа у него очень интересная, да. Тут шиздец какой прикол. Она вытянутая. И получается у нее раз, два, да. Будет у нее три изгиба. Но изгибы будут... Я не знаю, как они сейчас будут работать. Потому что очень большая ключица. В мультфильме она минимум двигается. Но будем стараться двигать вот этими двумя костями. Так, что еще? Для мягкости движения давайте добавим две косточки, чтобы мы смогли еще подгибать вот эти вот пальцы. Пальцы у нас нераздельные. Вот вы видите. Так, теперь выбираем вот эти вот все кости. Единицы на нампаде. И теперь вот оттягиваем их к лапе. Так, здесь будем подтянуть ее чуть вбок. Ну и давайте немножко вытянем, чтобы не поломать направление осей. Так, теперь вытягиваем управляшку. И теперь вяжем, значит, косточку лапы к управляшке. Ctrl-P, Keep-Off-Set. Чтобы потом сделать связь и, значит, была... Вот эта кость смогла поднимать лапу. Но это по прошлым роликам вы, наверное, кто смотрит, тот уже разбирается. Ну, кто случайно попал первый раз на риге, то... Вот так вот, значит, все здесь происходит. Смотрите. Так, теперь ключицу вяжем вот к этой косточке, потому что она не будет гнуться. Ctrl-P, Keep-Off-Set. Делаем связь. Ну, для чего делается связь? Чтобы, когда будет двигаться позвонок, ключица отдельно не отлипала от персонажа. Эта косточка, вот эта, будет держать вот эту кость при себе. Так, здесь давайте сделаем то же самое. Допустим вниз, Alt-P, Clear-Parent. Так, теперь... Смотрим, здесь у нас, значит, G тазовая. Запоминаем, где она находится. Так. Делаем увод, значит, на косточку. Здесь где-то кость у нее тазовая. По анатомии, если смотреть. Потом уводим до живота. В принципе... Так она и выходит, значит, теперь на центра, на колено, да? На локоть, колено, как там называется у них. Потом идет на лапу. Две косточки на лапу. И одна косточка Е на управляшку. Alt-P, Clear-Parent. И опять же вяжем ногу к управляшке. Ctrl-P и Polset. Эту кость вяжем к тазу. Не вот к этим костям. Хотя можно и вот к этой косточке привязать. Так. Давайте к верхней там привяжем. Ctrl-P и Polset. Чтобы... Когда будем крутить таз, вот этой косточкой, вот этой, и ноги у нас ее слушались. Так. Теперь, опять же, надо выделить все вот эти косточки. единицы на лампаде и подтянуть их к лапе. Смотрим, как тут все установилось. Ну, в принципе, на лапу нормально все попало. Нужно теперь вот эту тазовую кость увести вбок. Всем костям, всем костям нужно давать угол сгиба, чтобы кости, когда будут сгибаться, понимали, в какую сторону им гнуться. Вот. Углы давать. Так. И самый вопрос. Опять же, больной вопрос будет по каким костям. Это значит, вытягиваем косточку Е, Alt-P, Clear Parent и уводим ее под мышки. Вот эти все косточки надо установить под мышки. Иначе у нас начнется такая ломка. И вытягиваем одну косточку до груди. Вот. Выбираем эти две косточки и вяжем их опять же косточки, которые вязали ключицу. Ctrl-P, типа, так. То бишь, вот этой. Так, теперь косточка, видите, сможет чуть вбок. Мы ее заведем в ребра. Ну, чтоб ребра держала. И тут то же самое. Та же самая песня, которая нам должна так, выбираем. Так. Даже можно подальше подальше отвести в грудину, потому что лапы, видите, потолще. Тогда у нас получается, что нужно вот эту кость G увести на брюхо, на ребра. Так. Выбираем опять же эти косточки. Они уже привязаны. Тройка на нампаде. Делаем Shift-D. и отводим их вот сюда, под эту ногу. Теперь эту косточку выравниваем по тазу. Вот. Сейчас как бы вам показать. Ну вот. Конец лапы. И вот эту кость тоже можно чуть-чуть подвести. А это теперь пускай держит вот этот самый край. Вот. линию сгиба прям на нем пусть стоит. Так. Тройка на нампаде. Смотрим. Это далеко она смоет. Нам нужно, чтобы она держала вот эту брюху. В принципе, все. Это держит, значит, G таз. Это держит таз. Это держит хвост. Но тоже влияет на тазовую вот эту область. Перевязываем теперь эти кости. Косточки, которые привязаны задняя лапа. Вот эта кость. Это вот эта кость. Ну и все. В принципе, пока пока с этим делом закончили. Обстоятельства теперь какие. Значит, веки можно сделать шипкеями, моргания. Вот. Поэтому можно кости сильно сюда не вставлять. Можно сделать шипкеями. Как делать шипкеями? Ссылка есть. А, ссылка не есть. А будет, значит, в описании под видео. Теперь давайте сделаем глаза. Чтобы сделать глаза, нам нужно глаза выбрать и, значит, привязать с это оризон геометрии. Для чего? Чтобы ползунок вот этот моб встал на сам глаз, чтобы было удобнее управлять. Но управлять вот как будет плохо, потому что, значит, голова наклонена вперед. Можно обыграть это каким образом? выводим вперед и тогда выбираем косточки. Заходим в Edit Mode. Выравнив, значит, G, английская кость, Alt, P, Clear Parent. И тогда мы ее подведем к глазу и опустим до центра глаза. Вот так. Большую кость не делайте. Будет, значит, глаз ломать, выкручивать очень сильно. Чем меньше косточка, тем лучше работает, значит, поворот глаза. Так. Семерка на нампаде. Смотрим со всех ракурсов, чтобы именно попасть на центр. Не вот сюда, не вот сюда, допустим, а вот именно по центру. Плюс-минус. Все. Поймали это дело. Семерка на нампаде. Делаем Shift-D. Копию. Вытягиваем, значит, косточку ориентира, Shift-D. И косточку, значит, по центру ставим, косточка будет управление глазами, поворотом. Теперь косточку ориентира вяжем через Shift-левая кнопка мыши косточки управления. А косточку глаза, косточку глаза вяжем к голове. Потому что кость головы на себе в основном несет все кости, которые не должны двигаться. Если шейные будут еще перегибаться, то это цельное просто держит голову, форму головы. И к ней можно привязывать шапки, там, я не знаю, усы, глаза, челюсти. Все можно даже к голове привязывать. Так, семерка на нампаде. выбираем одну сторону костей, шеи в D, мир X-глобал, переворачиваем ее по осям по X-у и подставляем здесь уже стараемся попасть ровнее. Почему? потому что у меня иначе значит подписаны кости, я кости вообще не переписываю, там, ключица, PLM, там, еще что-то. Все у меня кости идут под числами name идет 18, 12, 13, 14 и так далее. И когда я их выберу все эти косточки, смотрим, чтобы они были выбраны все, за исключением, значит, глаза я уже продублировал, нам повторно не надо, проверяйте, чтобы у вас были выбраны именно кости полностью, потому что потом какую-то добавлять это гемор, придется заново все это дело переправлять. Так, делаем shift d, дубликат и делаем мир x global. И видите, как она дублируется зеркально, да, но не отображается, по идее, она должна появиться здесь. Но так как она не понимает, что это лево-право, потому что повторюсь, у меня подписаны кости 19-я, 45-я, вот видите, они отзеркалились, теперь будет 45-я, зеркально 19-я, допустим, косточки. Так, ну, в принципе, что, кости вставлены. Погнали их привязывать теперь персонажа, тройка на нампаде, выбираем персонажа, выбираем кости, выбираем персонажа, и давайте сразу глаза привяжем, потому что они парные, и лучше их привязывать тоже в автоматик виджет вот этот. Так, что, зубы не привязываем, зубы будут привязываться боном, да, и выбираем теперь через шифт левая кнопка мыши в конце уже кости, Ctrl-P, White Automatic Widget. Все, видите, не матюкается, значит, с сеткой все нормально, персонаж, значит, в плане сетки, видите, насколько сетка маленькая, прикольная, не матюкается. Так, ну все, теперь выбираем косточки и заходим, даже нет, давайте сначала выберем усы, кость, зайдем в Post Mode и усы привяжем вот к этой косточке, к морде. Ctrl-P, это будет бом. Так, теперь заходим в Object Mode выбираем верхнюю челюсть, выбираем опять же кости, заходим в Post Mode опять же к этой косточке назначим Ctrl-P, бум, заходим в Object Mode выбираем теперь нижнюю челюсть выбираем кости, к нижней челюсти вяжем теперь Ctrl-P, бум, Object Mode язык тоже вяжем к этой косточке. Можно языку добавлять дополнительные кости, если он там вываливать его будет, или там как-то им что-то ну анимация если у него будет, то можно добавлять полосу костей и уже им руководить растягивать, затягивать там, как вам будет удобно. опять же это я все показывал в предыдущих роликах. Так, в принципе все. Теперь все это дело сбрасываем, выбираем только кости, делаем постмод, давайте сразу кому интересно глаза, выбираем кость направляющую, выбираем кость глаза, Ctrl-Shift-C Track-2 и ставим в настройках кости по YZ. Так, теперь выбираем то же самое тут, Ctrl-Shift-C так, это Stretch-2 не надо, Ctrl-Shift-C Track-2 YZ. Так, и смотрим, если мы теперь будем ввести кость управляшки, видите, глаза теперь за ней следуют. Всегда, когда вы что-то подвигали, возвращайте назад, потому что потом, когда вы заведете куда-то что-то, будете выходить в Object Mode, еще куда-то, модель будет дергаться, потому что она будет искать свою родную позицию вот в Object Mode допустим, а в Post Mode она будет искать позицию по настройке кости. Так, выбираем кость управляшки, предплечье, Ctrl-Shift-C, Inverse Kinematic, ставим на три кости, почему на три, потому что я хочу, чтобы у меня работала и ключица. Вот, вы видите, да? О, о, сразу ключица работает, конечно, форма у персонажа прикольная, но как-то вот можно было просто поднимать ключицу, если бы она пониже была, можно было руководить ее поднятием, но ладно. Прикольный все-таки персонаж, тут тоже самое, Ctrl-Shift-C, Inverse Kinematic на три кости. Кому будет так неудобно анимировать, ставьте на две косточки, тогда будет попроще, но ключицу тогда придется вам отдельно кость эту поднимать, вот выбирать и, допустим, вот двигать уже кость отдельно, Ctrl-Z. Так, по задним лапам, тут тоже настройку можно на три кости, но я, наверное, сделаю на две, Ctrl-Shift-C, Inverse Kinematic, сейчас проверим как лучше, выбираем кость управляшки, делаем G, ага, вот видите, тут уже Alex не есть good. ну, опять на три кости, опять тестим, значит, выбираем кость, вот, большие, вот именно, как в Диснее делают большие вот эти части, значит, на собаках, на кошках, ну, как, нестыковка даже с анатомией, ну, стилизованные персонажи, да, и получается, кость большая, а линия сгиба получается маленькая, вот, вот, нижняя меньше, чем верхняя, хотя бы, ну, тогда персонаж не будет персонажем, а так, если, по персонажам Диснея, мне они очень нравятся, до того они продуманы, до того их легко лепить, значит, да, так, они приятны, значит, глазу, ну, работает, наверное, много там консультантов и этих, которые по психологии, по восприятию глаза и так далее. Так, выбираем, теперь настройку хвоста делаем, выбираем вторую косточку и через shift первую, ctrl-shift-c, делаем inverse kinematic, видите, нашего персонажа как изогнуло, удаляем ему таргеты и считаем, сколько у нас костей, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, поставил на восемь и не ошибся. Хвост, гнется и в эту хорошо сторону и в эту и хорошо выпрямляется по центру. Это есть good. Так, ну, все, в принципе, что, персонаж настроен, теперь нужно завести ему глаза в него, значит, отверстия глазные, так, потом попробую, значит, давайте попробуем, R, челюсть закрывается, да, и мы ее должны подать вперед, так, с зубами мы поработаем, потом их нужно подтянуть, а вот эта часть, видите, ломка идет рта, ну, в принципе, он постоянно злой, и его, вот эту часть можно потом в скульпмод подтянуть, чуть-чуть подкорректировать, все равно будет анимация злости, где-то у него будет ctrl z, ctrl z, даже и вот такая штука быть, может и вот такая быть, тут при анимации можно делать, конечно, что хотите, можно опять же или косточки ставить, или шипки ими, но я рекомендую такую штуку делать, если вы делаете для себя мультфильм какой-то или сценку, то, ну, для рендера, то лучше шипки ими, а если что-то для какой-то программы, то лучше кости вставлять, потому что шипки, я так понимаю, что многие программы их не видят, настройки, так, ну, что, по-прежнему делаем настройки костей. Выбираем косточки, Ctrl-Z, лень, сестра, таланта, так, и теперь N-панель, значит, нам нужен Rig Tool и будут это сферы, так, сферы, мы их немножко тоже увеличим и немножко растянем, чтобы знать, что их по две косточки здесь, так, можно даже еще больше растянуть, во, назначим им какой-то цвет Bon Group кубу, так, второстепенные, ну, пусть будут синие, чтобы меньше в глаза бросались, потому что ими работать не будем, все будет делаться шептейми, если что-то нужно, повторяюсь, так, теперь выбираем кости управляшки, это квадраты, уменьшаем, значит, кубы и подводим их немножко поближе в лапу, все управляшки, значит, лучше делать красным цветом, они бросаются в глаза и более понятны, так, теперь, давайте сделаем вот так вот, раз, под углом выберем, эти кости будут финжеры, ну, чтоб меньше места занимали, и, значит, чтобы их было видно, вот таким вот образом, для них, какую группу подобрать можно, ну, давайте вот эту вот, по-научному, да, одну сторону сделаем, мало выбора цвета, можно свой настраивать, но там тоже гемор, да, желтый не прокатит, так, зелеными лучше позвонки сделать, вот этот давайте, так, теперь, голову, голову, и все остальные хребты лучше давайте сделаем цилиндра, цилиндрами, цилиндрами, цирклы, так, и назначим всему этому зеленый цвет будет у нас управление, так все за исключением головы голова пускай у нас будет раз управляшка то красная а тазовую кость делаем опять же кубом чтобы понимать что куб это всегда будет управляющая кость и тоже будет красная так значит челюсти это опять же будет финджеры можно линии просто ставить и делаем их побольше так верхнюю делаем пусть будет синяя а нижняя она управляющая она будет красная так теперь по глазам эти глаза чтобы не мешались допустим если они вам не нужны то давайте сферами их тоже сделаем сферы пусть они будут поменьше и пусть они будут ну были зеленые пусть зелеными будут так теперь управляющая кость глазами это у нас с это будет она опять же красная а это будет два глаза из давать их чуть чуть побольше и один глаз у нас будет синий один глаз будет зеленый так тройка на нампаде давайте проверим не улетают ли у нас усы бывает что усы привязываются потом начинают растягиваться нужно весами дорабатывать ctrl z все нормально n панель закрываем а вот еще одна косточка это n панель это будет куб зацепил головную так это будет значит красная а эту вернем на цирку это у нас будет тоже красная ну вот в принципе настройка персонажа все работает все нормально единственное мне не нравится как значит настроена вот эта задняя задняя лапа ну в принципе обыграть ее можно да вот чуть-чуть придется где-то двигать косточку но придется дорабатывать как мне это кость возможно придется еще да не нормально в принципе сидеть он сможет он в основном бегает и вот так вот как бы если он пригибается если он пригибается то ну вот на полусогнутых можно вот дорабатывать поднимать лапу вроде так сильно не ломается ну нормально альт с я не делал альт с это когда вы размер меняете ну и давайте его пропишем чтобы он был базовый да значит а и локрот все это базовый персонаж для анимации можно делать теперь прыжки бег сцены с тарзаном кстати тарзан джейн кто там еще а еще один персонаж осталось ставить ему значит кости я еще попробую потом сам сделать значит мать тарзана и пахана тарзана но это потихоньку потихоньку пока так вроде не горит но было бы интересно посмотреть как они получатся как будут они при анимации выглядеть все всем пока до свидания модель будет значит в группе ссылка на группу будет в описании можно качать там все бесплатно заходите модели там уже много с ригами все всем пока все всем пока